привет вы как-то говорили что можно озвучить волнующую тему в комментариях так вот наша семья сейчас на изоляции и мои дети каждую секунду находят в доме опасности я всегда думала что дом это прям синоним слова безопасность может расскажете об опасных для детей местах в доме здравствуйте спасибо за идею осветим эту тему в следующем выпуске знаете ли вы привет это проект знаете ли вы и сегодня мы будем его снимать в таком необычном формате только давайте сделаем чуть-чуть вот качество получше вот так и немножко вот стабилизацию добавим примерно вот так отлично спасибо нашим подписчикам которые оставили идею к этому выпуску у нас в комментариях на youtube канале и она звучит так опасные места для детей дома и сегодня мы с молодыми родителями будем эти места искать поехали знаете ли вы какие опасности для детей могут быть дома берусь как ты думаешь какие могут быть опасны нельзя сунете в розетку пальцы пару опасных мест я точно знаю первое место это кухня все самое опасное сосредоточено именно там газовая плита спички острые ножи и окно в которым можно выпрыгнуть по квартире медикаменты у нас они закрыты слава богу она до них не добирается ну в общем-то так за стеклом вот так за стеклом и в общем-то они не доступны на открытие самые опасные места такие у нас в нашем доме балкон лифт из окна могут выпасть из окна и мы для этого слышали во всех окнах поснимали ручки вот то есть видно да ручек нет на 14 этаже и живем поэтому окна и балкон это запретная зона но для нас как бы это странно не звучало стал опасным пол а конкретно опасен вот такого рода коврик проблема заключается вся в том что у каждого героя этого коврика вынимаются мелкие предметы что по силу даже такому малышу как нас ну что чем вы там занимаетесь вы дома одни а как вас так дома оставляют одних как вы считаете это опасно или безопасно розетки они у вас как-то защищены стоят какие-нибудь заглушки а спички дома есть или зажигалки можете принести показать что они там есть у вас так осторожно не курить а как долго вы одни дома находитесь уже месяц но хоть на ночь родители приходят а какие меры безопасности вы соблюдаете чтобы эти все опасные предметы были безопасны самое главное это привести с ребенком профилактическую беседу предупрежден значит вооружен касаемо мудрых предметов обязательно нужно поговорить что они могут быть опасны и вы можно пораниться и безусловно предотвратить подобные ситуации можно спрятать эти ножи и вилки и прочие предметы самый простой с электрозетками например шторки розетки со шторками еще я знаю если есть кому то есть там или шкаф то нужно его к стенке примечивать что дети когда открывали у них не свалился в газовой плите есть функция газ-контроля которая не позволит включить ребенку газ порошки не дотянутся работнику мчс или милиционеру кому будем открывать если ты не видишь в глазок маму то не нужно открывать дверь но у нас с сыном есть еще один секретик это пароль и ведь любой человек может представиться мамой закрыть глазок рукой и так далее у нас сына на этот случай есть пароль он достаточно смешливый я говорю давай какой нибудь придумаем с тобой этот пароль знаем только какой у вас пароль скажите к на кубу начинается и вся страна захочет прийти к нам домой проверить работает пароль или нет на самом деле не сильно я обеспечила безопасность у меня своего ребенка в доме если так подумать вообще если услышали что стало слишком тихо знаете это подозрительная тишина явно ваш малыш что-то делает родители помните что практически любая вещь у вас дома может быть в большей или меньшей степени опасно для детей поэтому постоянно беседуйте с детьми на тему безопасности и обязательно подписчик сопоставим лайк ну а на этом все пока пока